Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа Акцент. В студии работаю я, Екатерина Токамбаева. По состоянию на середину лета в Кыргызстане было зарегистрировано 311 селей. Ущерб только по предварительным данным и только на тот период времени составил 1 миллиард сомов. В августе список пополнился. Сель прошла по Иссык-Кульской области. Жители региона до сих пор продолжают очищать свои дворы и дома от грязи и камней. В чем причина? Кто виноват и за что злится на нас, матушка природа? Поговорим сегодня с экологом Анарой Аскарбековной Султангазиевой. Анара Аскарбековна, здравствуйте! Добро пожаловать в нашу студию. Специалисты происходящие объясняют тем, что в свое время, если говорить о тех селях, которые были в начале весны, в начале лета, что в свое время на Центральной Азии столкнулось два потока, из-за чего начали массово образовываться облака, осадки. К тому же было тепло, за зиму набралось высокогорье, много снега, потому что зима была снежная. И все это начало таять и приводить к тому, что на нас обрушили сели. Вот вы с этим мнением, как эколог, согласны ли? И что можете сказать по Иссыкульской области, то, что произошло совсем недавно, во второй половине августа? Ну, я, в принципе, согласна с этим, потому что природа, да, она берет свое. Природе нужно необходимо... У него свой цикл, у людей свой цикл, но, тем не менее, к этому еще можно прибавить изменение климата, да, осадки, которые у нас часто стали происходить. Бывают моменты, когда, допустим, месячные осадки могут выпасть в один день. Да. Это часто встречается в последнее время. Мы наблюдаем во всем мире, да, вот эти все природные явления, катаклизмы, они стали учащаться, интенсивность увеличиваться и объемы большие, да. Но природа-матушка нам просто мстит за наше отношение к ней. Мы, люди, часто везем себя исключительно как потребители, но при этом мы забываем, что человек должен быть еще прежде всего созидателем, да. Человек должен жить в гармонии с природой, относиться с уважением и помогать природе, а не просто брать от него все его ресурсы и за что за это, как бы, не нести ответственность. Мы несем свою ответственность. Наша человеческая деятельность, наша жизнь, которую мы хотим улучшить с каждым годом, да, качество жизни, да, она требует больше ресурсов. Чем больше ресурсов мы берем, тем больше природе мы подчиняем определенный вред и мы получаем ее последствия. Вот сейчас в Фейсбуке, в частности, очень ходит так, популярна стала картинка, явно произошло какое-то природное явление, скорее всего, или потоп локальный, или сель сошел, люди стоят у подножия горы, на ней когда-то был лес, теперь там одни пенечки, они стоят, горюют, а какой-то умный один человек показывает и говорит, ну, мы ни при чем, это все природа. Вы как, то есть вы согласны, что мы все-таки при чем? Это не только природа. Ну, конечно, мы первые, самые главные его, ну, обвиняемые, да, скажем так, да, вот, это вот, я же говорю, это следствие человеческой деятельности, человеческой жизни, все это, конечно, влияет на нашу природу. В большей степени, вот мы вырубаем вот эти все деревья, вы абсолютно верно это заметили, да, во всем мире столько вырубается деревьев, а посажены там меньше, понимаете, вот, допустим, в рамках программы Мурас сажают деревья там несколькими тысячами, да, там 11 тысяч должны были посадить. Мы считать должны не то, чтобы посадили, да, вот, чтобы воткнули в землю, да, а то, чтобы мы вырастили. Для того, чтобы одно дерево выросло, и оно давало свою пользу природе и человеку, должно пройти как минимум 15 лет, понимаете? А сейчас вот сажаются деревья, ну, не там, где надо, допустим, или там, где, допустим, нет воды, за ними нужно ухаживать. Деревья, да, они не приживаются. Деревья требуют к себе особого ухода и внимания. И мы должны в итоге, да, в рамках вот этого программы Мурас посчитать именно, сказать, не количество посаженных кустов, да, саженцев, а именно выращенных. В союзное время, допустим, если, да, 30% посаженных саженцев не взросли, допустим, умерли, да, допустим, это считалось очень большим, как бы, минусом, да, то это считалось, что, как бы, программа уже провалена. А сейчас, если 30% все это вырастет, да, ну, считайте, что это хорошо, понимаете? Знаете, о чем? Очень маленький показатель. Конечно, насколько мы сготелись, да. Каждый год, допустим, вот, не будем далеко ходить, вот, на горе обойти, да, сажая, там есть одно место, почему-то излюбленное место наших чиновников. Каждый год, когда, допустим, им дают, извините, пинка, чтобы они посадили какое-то количество саженцев, они почему-то выбирают это место, это место. А там воды нет, она умирает, просто высыхает. Смысл тратить деньги, смысл тратить время. Усилия надо сажать в те места, где, допустим, или хотя бы будут подготовить эти места, провести воду, капельное орошение, поставить ответственных людей, которые будут за ним смотреть, ухаживать. А у нас еще вот деградация пастбищ, у нас эрозия почвы из-за того, что нам деревья вырубаем. Это ведь опять причина сели, да? Совершенно верно, совершенно верно. Вот когда сели, допустим, раньше что делали? Чтобы вот сели, не доходили до селений, да, вот она была засажена деревьями, кустарниками специальными, которые могли ее удерживать. Они еще и влагу впитывают. Еще в случае, допустим, если то, что они смогли впитать, она как бы начинает течь вниз, они могут удержать, понимаете? Плюс рыли каналы, заграждения, водоотводные сооружения, понимаете, все эти дамбы. Все это нужно делать. Допустим, если это просто сель, это вода, да, но это ресурс, по сути, да, если, допустим, с гор притекло, то надо именно в тех местах, эти места известны МЧС, они говорили это. У них есть даже специальная брошюра, не выпустили ее. Более 300 в Кыргызстане есть места, где селье опасно. Очаги, да? Очаги, совершенно верно. Ну, вот в этих же местах надо же какие-то водоотводные сооружения строить, дамбы, заграждения. На это должны выделяться деньги. Благо у нас растет ВВП. Вот каждый раз у нас в СМИ, правительство, президент рапортует о том, что у нас ВВП растет, деньги зарабатывают. Мы, допустим, по росту ВВП уже, как бы, допустим, в Казахстане она как бы не выросла, она осталась на том же уровне, как, допустим, было два года назад, а у нас она была на 6%. Экономика на 8%. Да, экономика, да, совершенно верно. У нас мы, благо, новый белый дом построили, новый город собираемся строить, новое село для кайрлманов строим, да, село, заводы строятся. Ну, необходимо и на эти деньги, вещи, выделять определенные средства. Она, допустим, не требует таких больших средств, как, допустим, на строительство целого города. Да, да, это немножко, небольшое, как бы, ну, просто прорыть водоотводные сооружения, да, это требует просто техники определенной. Вот и все. Понимаете, в Конституции у нас написано, что самая главная ценность – это человеческая жизнь и качество его жизни и безопасность. Вот эту безопасность и качество жизни государство нам необходимо обеспечить, должно обеспечить. Для этого должны выделяться все эти деньги. То, что у нас происходит сели, да, но это, извините, каждый год у нас происходит. Раньше это было весеннее явление, да, сейчас оно стало еще и летнее-осеннее, да. Вот осенью, но осенью тоже возможно, понимаете, если будут дожди большие. То есть раньше это было наблюдалось только в определенный сезон. А сейчас каждый год, начиная с весны до зимы. А зимой у нас еще и снегопады, да. Ну, это же не новое же для Кыргызстана. И поэтому необходимо все меры предусмотреть, все эти дела. На это выделятся определенные деньги. Смотрите, еще такой момент есть. Многие местные жители жалуются, что когда сель пошел, оказалось, что рыб, который был прорыт, канала, да, для того, чтобы он там проходил, он был забитый. И другой момент еще, видимо, там, где они пошире, там вообще стоят какие-то строения. К сожалению. Это вот тоже проблема. Это вот вина той компания, которая построила этот мост, да, когда они строили, они его построили не для того, чтобы там проходила вода или сели, да, и дай бог. Они это вообще не учитывали абсолютно. Они как бы нет, да. Им должны были местные власти, допустим, для тот же МЧС, для Министерства транспорта, им сказать, чтобы они улучшили при строительстве вот эту вот проходимость, чтобы она была увеличена. А рыки, самое, прочистить. Кстати, перед этими событиями, да, селями, да, вот МЧС, как они говорят, опять-таки, они дали им приписание, да, чтобы они прочистили, чтобы они были готовы, чтобы возможность сели. Но этих подготовительных мер они не приняли, да, несоответствующих. Относительно этого моста, мост примерно вот такой, если допустим, примерно визуального размера, да, проходимость вот такая, понимаете? Естественно, она переполнится, естественно, забьется, да, и она вышла из берегов и потопила дома. Пострадали люди, понимаете? Вот все эти вещи необходимо заранее, как бы, делать, да. Допустим, вот в рамках нашего проекта, допустим, в прошлом году мы завершили этот проект, мы исследовали изменение климата, как оно влияет на разные наши регионы, на разные отрасли, и в том числе на людей самих, на экономику, на сельское хозяйство и на здоровье человека, да, включая ЧАЭС, чрезвычайную ситуацию. Мы выбрали именно четыре области, где часто эти явления происходят. Это Баткен, это Усблакскайлокмэтю, это Леликский район, там тоже, мы там были, там всегда вот в одном и том же месте, в одно и то же практическое время, да? Да-да-да. Каждый год проходит сель. 5 апрель примерно, да? Да, проходит сель. Ну, можно же как-то подготовиться к нему, да? Ну, почему-то это не делают, просто ждут. Батбаши, Башка-Янгдинская, Айлокмэтю, там тоже часто и сели, мы там были. Бойбулаки, Чонгсарой, там есть вернёк всего, там каждый год по два-три раза сель и проходит. Но они-то уже знают, для того, чтобы местные населения не пострадали, они всегда вот прочищают, очищают сами, староста села, айлокмэтю, технику айлокмэтю берут, всё это прочищают и проводят ороки, для того, чтобы она прошла через мост, через дорогу, чтобы дорогу не завалила, чтобы дорогу не смыла. Вот такие мероприятия же проводят, же местное население с местными властями. Но если и другие регионы, местные власти других регионов совместно с МЧС, говорят, у них техники предостаточно, вот так берите эту технику и подготавливайтесь, готовьтесь, предупредите людей. Понимаете, вот МЧС говорит, что они круглый год эти дела, как бы подготовительные работы делают, они делают анализ, прогнозы, они предупреждают через СМС, через подписание и так далее. Но почему всё равно люди страдают? Почему? Я поэтому и говорю, как предложение, если я им сказала, чтобы они не предписание давали, а в приказном порядке, чтобы они выполняли её в обязательном порядке. Если не выполнили, пострадали люди, ну, рассмотреть их ответственность, понимаете? Вот сейчас я читала выступления отдельных специалистов наших местных, и они утверждают, что вот прям точно спрогнозировать, где, когда пройдёт сель, нельзя. Но в то же время нашла информацию, что в США, в Японии, в других развитых странах этот механизм уже есть. Допустим, вот в США, они отслеживают, когда что произойдёт. Есть онлайн-сервис США, который позволяет проверить, насколько безопасен участок, на котором ты сейчас находишься. В Японии такая же работа ведётся. У нас это ведь возможно сделать? Тем более, что вы говорите, у МЧС есть вся вот эта карта опасных зон. Совершенно верно. Они работают с международными организациями, у них есть проекты свои. Допустим, есть проект ЮНЕСКО, пятилетний, страна Центральной Азии, Таджикистан точно участвует, это я знаю, потому что тоже горная страна, и Кыргызстан. В рамках этого проекта поставлено несколько станций, которые отслеживают уровень горных озёр, которые опасны для населения, если они переполнятся, что они могут выйти через берегов и опять-таки произойти сель, и пострадать селение люди. Вот есть такие проекты. Абсолютно верно. Кстати, точно прям завтра в три часа, но такого, конечно, нет в Кыргызстане, но то, что ожидается, с Гидромет совместно, они прогнозы делают. И это они, в принципе, могут примерно предсказать. Они могут это сказать, спрогнозировать. И дают предписание, извещение им дают, чтобы они подготовились, чтобы людей из опасных регионов, регионов, местностей, они переселили, эвакуировали. Такие вещи они делают, по сути. Кстати, когда в Аше это произошло, потом они спрогнозировали, и даже я сказала, что будут в Бакине. Так оно и случилось. Они говорили потом, что будут на Иссыкуле. Пожалуйста, оно произошло. То есть они могут это как бы. И слава богу, что они прямо не сказали, что прямо вот завтра. Но они-то заранее предупредили, что возможно сели. По Иссыкуле это действительно редкое явление. Многие говорят, что там дождей мало. И не характерно. Вы знаете, раньше это было не характерно. Но сейчас ежегодно, на протяжении вот уже сколько лет, 5-6, это стабильно. Каждый год у нас идут сели на Иссыкуле. Балакчи, даже вот южный берег тоже подвержен. Потому что там горы, голые горы. Джитогус, допустим. Но там не так, конечно. Но понимаете, я уже сказала в самом начале, здесь изменение климата и с изменением природного баланса, природного баланса у нас эти явления происходят даже там, где она абсолютно не характерна. Вот, к примеру, в прошлом году, или вот в этом году, по-моему, в Дубаях, допустим, снег выпал, или там где-то там, в тех местах, где это не характерно. Наводнение, опять же. Абсолютно. Абсолютно. Поэтому, ну, что удивляться? Удивляться не надо. Говорить, что для нас это не характерно. Сейчас идет изменение, последствия изменения климата. Мы ее ощущаем на себе в полной мере. Когда мы в рамках этого исследования разговаривали, интервью делали с людьми, они все понимают, уже знают, что в изменении климата, извините, с чем они едят и какие последствия они это ощущают. Они знают уже. Люди уже все, даже в глуши уже знают, какие изменения происходят. Природные, погодные изменения. А местная власть должна подавно это знать. Они получают информацию от Министерства чрезвычайных ситуаций, от Гидромет, других, с предписаний, поручения, с правительства. Так подготовиться надо, делать работы постоянно. Вот опять же, из того, как предотвратить, у нас, оказывается, есть запатентованная совсем недавно методика, что предлагается. У каждого оселя есть так называемое русло, или как еще говорят, язык, прокапывать канал и направлять в другое русло. Вот о чем мы говорим. Это называется водоотводное сооружение. Ореки. То есть это действенная мера. По крайней мере, жертв и разрушений не было. Возник сразу у меня другой вопрос. Сель, она ведь где-то образуется. Чаще всего это какая-то ложбина наверху в горах, либо какое-то озеро ледниковое, где должны накопиться эти влаги, эти осадки. Так может быть, лучше сразу мониторить там и какие-то меры там наверху предпринимать? Или это невозможно? Вот я и говорю, вот в рамках проекта ЮНЕСКО они мониторят. На это выделяются деньги определенные. Таджикистану, Кыргызстану, к тому же Узбекистану. Три страны точно участвуют в этом проекте. Они мониторят ее. В случае, допустим, повышения уровня воды, допустим, в этих горах, в горных озерах, они должны извещать. Для того, чтобы правительство приняли определенные меры. Для того, чтобы защитить или переселить людей. Это раз. Во-вторых, регион, наш регион, особенно южный регион, надо учитывать наши природные особенности. Допустим, в Джалабаде-Ваше грунт у нас называется лёссвый. лёссвый, он на 20% состоит из глины, 80% состоят из песка и ила. Вот глина, песок и ил, вы представляете, она может удержать много влаги в себя, впитать? Нет, она пропускается. Абсолютно нет. Вот почему у нас часто там происходит селье. И это было всегда. То есть этот грунт не образовался же вчера только, он был всегда. Поэтому это тоже надо учитывать. И как вы совершенно верно в самом начале отметили, у нас, допустим, зимой снег выпадает, потом лёд тает, ледники тают, допустим, вода, дожди весной, хорошо, обильно нам, как бы щедро нас одарили. И, естественно, столько воды она же не может удержать. И, естественно, вот это ясно, совершенно ясно, что это всё будет идти вниз. Он не сможет удержать. А для того, чтобы удержали, у нас, допустим, есть дронами, сажают деревья, чтобы укрепить склоны гор, чтобы грунт не сползал, допустим, грижевых потоков не было и селий не было, чтобы как-то препятствовать. И вот, как вы сказали, вот этот язык надо направить туда, где нет населённого пункта, нет людей. Людей, которые живут в более таких местах, в опасных местах, их нужно переселять. Есть такая программа, она делается у нас, но неуспешно, очень плохими темпами идут, потому что, когда компенсируют, они живут и там, и там, или, допустим, говорят, пожалуйста, здесь опасно, вы должны сюда переехать, вот вам деньги, допустим, на покупку дома, да, они не хотят, вот мы здесь выросли, это наши родители построили, у нас здесь рядом пастбище, и т.д. и т.п. Они не учитывают то, что в один прекрасный момент они могут просто не стать вместе с домом, да, отцовским, понимаете? А нужно же работу вести, допустим, если государству надо, они же могут заставить жить, примеры сплошь и рядом, а почему-то этих людей переехать в безопасное место они, оказывается, не могут. Видимо, не хотят, понимаете, вопрос, ответ в этом, мне кажется, кроется. Вот такие программы надо делать просто очень усиленно, как я уже сказала, с каждым годом интенсивность и объем увеличивается, и жертв будет больше, слава богу, у нас не так часто это происходит. Ну, в 21-м году это было, ну, раз в три года с жертвами, в Баткении было 5-6 людей, там, грузевой поток был, очень сильный, там, девочка пятилетняя умерла, руки ее звали, да, то есть, вот эти все, чтобы продавать земли, допустим, да, вот, где безопасно, где опасно, да, где есть эктонические разломы, да, ну, это тоже вообще уже сейчас у нас не учитывается, а это тоже опасно. У нас в Кыргызстан на 94% ой, из-за того, что мы горный регион, да, вот, у нас есть опасность, допустим, землетрясений до 9 баллов по шкале электро, вот эти вещи надо же учитывать. Вот две беды у нас, это землетрясения и сели. Землетрясения, слава тебе, господи, они не так часто происходят, но в этом году три толчка мы расшутили, да, это только первый звонок, а то, что сели у нас, извините, каждый год, но это же все уже знают, почему подготовительные работы не ведутся, почему на это не выделяются деньги, но МЧС сказал, что где-то на 48, строится 48 вот этих вот ограждений, адапп, укрепительных сооружений, совершенно верно, но будем надеяться. Когда про сели говорят, чаще всего упоминают экономический ущерб, а если экологический? Совершенно верно, вот какой. Из-за того, что экологический ущерб был нанесен, мы и получаем все эти катаклизмы, это уже когда сошелся. а когда уже сошел, само собой, страдает местность, деревья, понимаете, экосистема страдает, биоразнообразие страдает у нас, уничтожается остаток вот этих деревьев, да, они тоже как бы растительность, животные, птицы, все страдает, экологический ущерб, колоссальный, просто никто не подсчитывает, мы подсчитываем только экономический ущерб. Да, вот по этому я и задала такой вопрос. Мы подсчитываем там количество жертв, да, но экологическую, это самое, никто не подсчитывает. А что касается почвы, потому что, когда наводение, верхний слой плодородный смывается, а вот при селях то же самое происходит? При селях оно просто уничтожается, по сути, там уже потом уже ни одной травинки не вырастает, это нужно эту землю как-то обогатить, там, привести там чернозем и посадить, и укрепить, понимаете? То есть опять же колоссальное средство. Конечно, конечно. Ну вот с учетом того, что у нас идет изменение климата и такое варварское отношение к экологии, с чего мы еще можем ожидать в ближайшее время Кыргызстан? И как мы можем обычные люди этому противостоять? Обычные люди должны прежде всего, как я уже сказала, относиться уважительно к природе, к природным ресурсам. И делать, каждый, если вот насчет себя, допустим, не бросать мусор, да, просто не рубить дерево, потому что она заграждает им там фасадную часть, их магазин. Или листерень убирать. Да, да. Или там из-за того, что она как бы рекламный щит закрывает, да, знаете. И, как я уже сказала, вот человек как бы должен помнить, что он ближайший Созидатель. Вот у нас есть у нас в Манаса, да, семь заповедей, да, пятое заповеде гласит о том, что мы должны быть в гармонии с природой. Это гармония и баланс, как я уже сказала, нарушен давно, да, баланс нарушен. Если мы ее не восстановим, чем дальше пойдет, тем хуже. И колоссальный ущерб будет больше, и, как я уже сказала, интенсивность будет увеличиваться и увеличиваться. Понимаете, я боюсь, что даже человек может себя уничтожить раньше, допустим, после изменения климата, да, потому что мы настолько себя ведем варварски, и эти гонки за экономический рост или там еще какие-то показатели, да, они нас погубят. Поэтому пока мы не начнем, понимаете, люди еще думают, что как бы экология это забота только экологов, да? есть такое, к сожалению, они как бы ничего никому не должны, они просто должны себя вести, вот просто пользоваться природными ресурсами и его блага. Так не бывает. Так не бывает. каждый должен с ним с себя начать, а правительству необходимо учитывать все эти вещи и, прежде всего, обеспечить безопасность регионов и населения, да, и очень хороший, как бы, надо этот вопрос, как бы, надо внести на рассмотрение правительству, надо подсчитывать еще экологический вщерб. Вот тогда будет понятно, насколько мы как бы можем потом в будущем, да, это нам откликнуться. Вот сейчас мы говорили о балансе, хороших взаимоотношениях, да, с природой. У нас есть попытки внедрения зеленой экономики в нашу обычную экономику. Насколько это может решить ситуацию и насколько вообще мы готовы к зеленой экономике? К зеленой экономике? Вы знаете, не все, конечно, готовы к зеленой экономике, многие, у него есть еще и противники. Главное, воспринимают ли ее всерьез? Не особо воспринимают, и некоторые думают, что это как бы то, что нам навязывает, допустим, другой свет, допустим, Европа, или там Америка, или так далее, для того, чтобы развалить нашу классическую крыговскую экономику. Ну, это, конечно, утопическое мнение. Почему сейчас мы должны внедрять и во всем мире об этом трубят, что мы должны использовать зеленую экономику, потому что как раз это мера для того, чтобы меньше наносить вред экологии, природным ресурсам. Поэтому мы должны переходить на более такие щадящие технологии, щадящие инновации, инновационные методы, для того, чтобы уберечь нашу природу, чтобы ее окончательно не угробить. Ну, это, понимаешь, это разносительно того, чтобы выпилить, спилить сук, на котором сидим. Да? Да. Потом жаловаться, что упали больно. Совершенно верно. Спасибо большое за то, что вы уделили нам свое время, пришли. Всего вам хорошего. Спасибо.